Анализы оперативных сводок показывают, что с начала января на территории Адыгеи полиции зарегистрировано 15 случаев мошенничества, осуществленных посредством мобильной связи и сети интернет. Значительную часть сбережения жители республики аферисты похищают, представляясь работниками различных финансовых организаций. Так, Майкопчанки на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Злоумышленник сообщил, что от имени потерпевшей поступила заявка на получение кредита. Для того, чтобы избежать потери суммы займа, заявительницы порекомендовали проделать ряд операций, в результате которых 43-летняя женщина лишилась около 110 тысяч рублей. Всего жертвами преступников, практикующих аналогичные схемы, стали 8 жителей Адыгеи в возрасте от 27 до 61 года. Интернет-сайты, специализирующиеся на онлайн-продаже товаров, также становятся эффективным инструментом хищения денежных средств у граждан. Так, выбрав подходящий автомобиль, 28-летний майкопчанин связался с продавцом. Они договорились о задатке, после чего мужчина перечислил 5 тысяч рублей, а злоумышленник перестал выходить на связь. Несколькими днями ранее 42-летний житель республиканского центра потерял при схожих обстоятельствах 34 тысячи рублей. В сумме с начала 2020 года аферисты похитили у жителей Адыгеи более 600 тысяч рублей. Полиция призывает граждан к бдительности. Не называйте незнакомцам свои персональные данные. Осторожность и критичность восприятия информации никогда не будут лишними, особенно если дело касается ваших финансов.